Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Сегодня мой муж сказал, что так как мама знает дольше, чем меня, то доверяет ей больше, чем мне. Я сказал, что по его логике он будет знать ее дольше, чем меня. Соответственно, доверяет тоже, значит, при решении каких-то важных вопросов, он будет доверять ее советам, а не моим. Он сегодня ответил, не знаю, нормально ли это, спрашивает Юля. Соответственно, здесь, на самом деле, несмотря на ее тревожность, ну, потому что присутствует, во-первых, конфликт между супругами, вот. Есть элемент недоверия между супругами, вот. Есть, значит, третье лицо. В данном случае третье лицо – это мама, получается, по факту. Третье лицо, здесь, на самом деле, куда более, на мой взгляд. Серьезно. И связана она в первую очередь с тем, что Юлия задавала уже вопрос по поводу того, что мама ее парня лезет в их отношения. В прошлом году, ну, как мы видим, тогда это был еще парень. То есть это был не муж. С тех пор кое-что изменилось, а именно изменилось то, что он, автор, судя по всему, вышла замуж. Вот. И, несмотря на то, что муж теперь уже, ага, тогда парень был, очевидно, ну, как бы под влиянием, да? Мама. Вот. Несмотря на этот аспект, все равно насчет за него вышла. И в этой ситуации можно, конечно, сказать, можно спросить, что здесь такого, да? Ну, что тут такого. Вышла замуж, люди, 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 ну, возможно. Любят друг друга. Но важно понимать, что, как мы видим, конфликт, судя по всему, вот этот конфликт, судя по всему, не решился, то есть у автора была и остается вот эта проблема. проблема с того, что ее партнер доверяет маме больше, чем ей. и вообще, как бы, ну, прислушивается, ну, как бы вот прислушивается к маме больше, чем к своей супруге. И, на мой взгляд, это очень тревожный факт. Автор вопроса игнорирует проблему, игнорирует личность своего партнера. Судя по тому, что мы можем видеть, все равно, ну, как бы вышла за него замуж, да, вступила с ним в отношения и так далее. И волей-неволей хочется спросить у автора вопроса. Что ее парень внезапно изменится, что ее парень будет вести себя по-другому, что ее парень... внезапно перестанет быть зависимым от мамы? Или что? Или как? Так. Вот это, пожалуй, первое, на что хотелось бы мне обратить внимание. Второе. Второе, на что хочется обратить внимание, заключается в несколько таком, знаете, ну, как бы сказать... Несколько специфичном, я бы сказал, вопросе. Почему вопрос специфичный? Потому что, говорит, нормально ли это? Да? И здесь как-то сразу хочется уточнить. Нормально для кого? То есть, для мужа, ну, вашего, нормально для вашего мужа. Для него это, да, для него это нормально, для него это в порядке выше, очевидно. Он так вот привык, он так живет, и он живет так не один год. Вполне возможно. Отказываться и менять что-то не собирается, а зачем? Вот. Его, скорее всего, все устраивает. Ему, скорее всего, все нравится. Вот. И нравится и не устраивает только вас. Вот эта ситуация. И это нормально, что она вас не устраивает. Это нормально, что вы недовольны. Я бы сказал, что тревожно здесь то, что вы как будто бы первый раз с этим сталкиваетесь. Вот что, ну, как бы, тревожнее всего здесь. Понимаете? А ведь это уже давно было, но мы мирились и надеялись, видимо, что мужчина поменяется. А какой смысл, зачем ему меняться, для чего ему меняться? Что он получит, если поменяется? Да. Вот. Это вопрос, на который нет, к сожалению, ответа. Такая проблема, если она всплывает, она всплывает, как правило, потому что люди, в данном случае вы, скорее всего, не уверены в себе. Сомневаются. Говоря про доверие, возможно, речь идет о том, что вы не доверяете себе. Я, конечно, не знаю всех деталей, ну, может быть, я ошибаюсь, может быть, я не прав, но выглядит это вот не очень, честно говоря. Хорошо. Для вас, по крайней мере. Потому что здесь вы в максимально проигрышной для себя ситуации оказываетесь. Следующий аспект. Вот. Вы говорите, значит, советы мужу. Тоже хочется здесь как-то вот уточнить. Да? Советы мужу в чем? То есть, ну, советовать вообще, как бы, дело такое вот, не очень, мягко говоря, благодарное. Вот. А вы говорите о советах мужу. Получается, ну, по факту, вы хотите сказать, что муж без ваших советов обойтись не может. Вот. 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 Тоже, весьма интересный получается факт. факт. Почему вы думаете, что ваш муж без ваших советов не обойдет? Интересно? Я вот думаю, что, да. Я вот думаю, что это, как минимум, вызывает вопрос. Следующий момент. Вопрос доверия. Вопрос доверия. Это вопрос доверия себе. То есть, вопрос о том, насколько вы, в принципе, и насколько вы, в целом, себе доверяете. Вот. Я бы сказал, что, возможно, вы, ну, себе доверяете мне слишком. Есть у меня такое подозрение, что, может быть, вы себе доверяете мне полностью. И вот тут, вот тут, как мне кажется, тоже очень важный момент. Почему вы не доверяете себе? Почему вам сложно себе доверять? Вы сейчас, эм, ну, получается, требуете, чтобы вам доверял ваш муж. Но доверяете ли вы сам себе? На мой взгляд, на мой взгляд, себе вы не доверяете. К сожалению. И вот эта тревожность того, что вы себе не доверяете. Эээ, момент того, что вам не очень комфортно находиться, может быть, эээ, ну, с самой собой, это вас, конечно же, стекает. И хочется задать вопрос по поводу того, как вы выстраиваете отношения со своим мужем. Хочется задать вопрос, а чувствуют ли вы себя женщиной или есть на этом пути какие-то преграды, препятствия, она что-то останавливает. Может быть, вы считаете, что ваш муж, например, не достоин того, чтобы вы к нему вели себя как женщина. Может быть, вы считаете, что вы не можете вести себя с ним как женщина, ну, например, потому что вы не чувствуете себя защищенно и так далее. То есть вы постоянно в данном случае пытаетесь своего мужа поменять и переделать. А также хочу сказать, что ситуация, которую вы описываете, не является первопричиной. То есть то, что вы описываете, является следствием некой другой проблемы, которая происходит между вами. И в первую очередь это проблема непонимания и незнания, ну, скажем так, своего мужа. То есть, ну, вот, вы можете спросить, например, у него, вот ты говоришь, что доверяешь маме больше, чем мне. Да? Вот, доверяет больше, чем мне. Скажи, а вот чем тебе хочется ей доверять? Что есть такого, что тебе хочется ей доверить? Как ты вообще понимаешь доверие? Вот. Есть ли, есть ли что-то такое, что ты можешь, например, сказать ей, ну, не можешь мне, а почему? Почему, почему ты не хочешь мне это говорить? Может быть, ты думаешь, что я как-то отреагирую? Может быть, ты думаешь, что я не пойму, обижусь? Вот этого любопытства нет. Нет желания понять человека. Нет желания выяснить, выяснить, что стоит за его поведением, за его выбором. У вас нет любопытства к своему мужу? У меня вопрос, почему? У меня вопрос, а было ли оно когда-нибудь? А может быть, любопытства нет, потому что вы не проявляете любопытства по отношению к себе? Вы не спрашиваете, окей, а как я себя чувствую в этой ситуации? Не с позиции обиды, не с позиции злости, не с позиции разочарования. Это всё немножко не то. Какая я? Вот в прошлом году вы писали примерно то же самое. Какая была я тогда, какая я сейчас. Так что, я думаю, что именно в таком контексте вам стоило бы поразмыслить. И поразмыслить крепко. Потому что, если вы остаётесь в отношениях с своим мужем, то как минимум начать стоит с любопытства, с принятия и с интереса к нему и к себе. Сначала к себе, а потом к нему. В идеале, конечно, чтобы вы оба пришли на консультацию к психологу. К семейному психологу. А поработали бы с ним. Лучше бы друг друга поняли, смогли бы лучше друг друга понять. Разобраться в том, что с вами происходит. Смотрите, и ситуация несколько бы выправилась. Не сразу, возможно. Но, по крайней мере, был бы шанс. С другой стороны, несмотря на то, что мама его лезла и в первом вашем вопросе, который вы задавали в прошлом году, по факту лезет и сейчас, но всё равно ещё вместе. Вы вместе бы не разбежались. Что-то есть такое, что удерживает вас вместе. Может быть, стоило бы, несмотря на проблемы, обратить внимание. И на это, глядишь, вывели бы какой-то из этого. Любопытный урок. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью. Продолжение следует. Продолжение следует.